МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире. 24 мая исполнилось 11 лет со дня основания Национального собрания Западной Армении. Сквер в центре Парижа назван чей Шарля Азнавура. Баку возвышен заявлениями Клода Висслера. Мы рассматриваем ряд запросов Армении, чтобы определить, что еще можем сделать для Армении. Энтони Блинкен. Мученики Западной Армении Ованес Газанчант. Армяне и армянское. Ереван слушает Азнавура. 24 мая исполнилось 11 лет со дня основания Национального собрания Западной Армении. 24 мая 2013 года была принята декларация о формировании Национального собрания Парламента Западной Армении. Уже 16 декабря 2013 года Центральный избирательный комитет опубликовал результаты выборов. Выборы депутатов Национального собрания Западной Армении состоялись. 17 марта 2014 года был принят закон о государственной структуре Западной Армении. Статусе депутатов Национального собрания Западной Армении. Регламенте Национального собрания Западной Армении. 10 декабря 2014 года Конституционная верховная орбитажная инстанция приняла Конституцию государства Западная Армения. Мэрия Парижа присвоила имя французского шансонья армянского происхождения Шарля Азнавура скверу в 8 округе столицы, который находится в историческом центре города, сообщает телеканал БФМТВ. Церемония была приурочена к столетию певца. В мероприятии на Елисейских полях участвовали мэр Парижа Анн Идальго, родственники и друзья артиста. Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю столетия Шарля Азнавура опубликовал пост на армянском языке. Еще вчера Шарль Азнавур был с нами, пел о нашей печали и мечте, рожденной 100 лет назад легенда трагедии и свободы во Франции, Армении и во всем мире, отныне и навсегда. Решение о присвоении скверу имени Азнавура городской совет Парижа принял в декабре 2023 года. На днях председатель Палаты депутата Великого герцогства Люксембург Клод Визлер выступил на заседании Национального собрания Восточной Армении. Политик потребовал от Баку незамедлительного освобождения всех военнопленных, подчеркнув, Люксембург привержен поддержке гражданской миссии ЕС Восточной Армении, готов и далее развивать эту миссию в интересах обеих сторон. Заявления председателя Палаты депутата Великого герцогства Люксембург сделанной в Армении возмутили Баку. Парламент Азербайджана назвал их предвзятыми и абсурдными. Баку обвинил представителей Люксембурга в якобы французском подходе к Южному Кавказскому региону. В парламенте Азербайджана высказали следующее мнение, что Люксембург якобы искажает процессы, происходящие в регионе, выдвигает требования к Азербайджану и подрывает процесс армяно-азербайджанского урегулирования. Соединенные Штаты рассматривают серию запросов в Восточной Армении, чтобы определить, какие шаги Вашингтон может предпринять для поддержки Еревана. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы рассматриваем серию запросов со стороны Армении, чтобы определить, что еще можно сделать для укрепления нашей поддержки Армении и сотрудничеству с нею. Об этом сообщил глава американской дипломатии на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США, не вдаваясь в подробности. При этом Блинкен напомнил, что в начале апреля в Брюсселе состоялась его совместная встреча с главой Еврокомиссии Урслой Фон де Лаен и премьер-министром Восточной Армении Николом Пашиняном. Эти консультации, по версии главы внешнеполитического ведомства, были проведены именно для того, чтобы выяснить, что еще США и ЕС могут сделать, чтобы поддержать Армению. И мы будем двигаться вперед в ряде различных областей, пообещал Блинкен, не излагая никакой конкретики, выразив надежду, что Баку и Ереван подпишут мирное соглашение. Ованес Газанчан родился в 1870 году в Евдокии, то как в Западной Армении, провинция Себастьян. Друзьями опубликовала рукописную ежедельную газету «Ерахайрик». В 19 лет уехал в Константинополь, чтобы поступить в юридический колледж. Сотрудничал с газетами «Восток», «Восточная пресса», «Измир», «Хандес», «Амсорья», «Вены». В 1899 году опубликовал труд «Евдокия» на армянском провинциальном диалекте, получив «Измирскую премию» в 1901 году. С 1908 по 1910 года опубликовал трехтомный учебник «Арди Хаэрек Лезви Кераканутюн». Был председателем провинциального собрания ТОКАД, членом учебного совета. В мае 1915 года был арестован. В июне того же года жестоко убит. Жертва геноцида, совершенного турками против армян. Армяне и армянское. В рационе наших предков продукты, приготовленные из лаков, играли важную роль. За много веков до нашей эры люди знали о целебных свойствах и высокой питательной ценности проросших зерен и использовали их в приготовлении различных блюд. Время, форма, окружающая среда, временные ограничения в питании и другие факторы – все это часть культуры питания. В основе последней лежит идея жертвоприношения. Приношение пищи, бобовых, мяса, молочных продуктов, целью которого было выразить благодарность снисходительным силам за удачный урожай или попросить о грядущем урожае защите от стихийных бедствий, таких как засуха, проливные дожди или наводнения. В результате культура традиционной еды имеет религиозную основу и связана с культурой праздника, которая является ее практическим отражением. Хариса, Хаш, Катнапур и Матах готовились возле мехьянов, храмов, святилищ и церквей. Были посвящены в основном невидимым силам, прокровительствующим земледелию и животноводству. Хариса была посвящена выращиванию зерновых, Катнапур, изобилию молочных продуктов, Хаш, успеху разведения скота, Амматах, отсутствие потерь в семье. Блюда из зерновых, символизирующие изобилие, подавались как в начале хозяйственного года, во время перехода от зимы к весне, также в конце экономического года осенние праздники. Пухинц, Аганс, Хашин, Хариса, Хоров и т.д. Весенние праздники проводились с целью поощрения плодородия природы. В профессиональной литературе солод считается пищей Великого Поста или Пасхи и символизирует приход весны. Ати готовили вайрарати, арцахи, муши, нор, баязети, шираки. На основе совокупного анализа полевых этнографических материалов зафиксированы в СЮНИКе и данных в существующих публикациях предлагаем точку зрения, согласно которой солод готовили не только в переходный период зима-весна, в начале сельскохозяйственного года, но и после сбора осеннего урожая. Перевод подведения итогов года и подготовки к грядущему году, начало и завершение посева, представляет собой жертвоприношение зерновых, в частности пшеницы, в рамках подготовки к грядущему году, начало и завершение посева, направленное на обилие зерна. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. 22 мая на каскаде в парке скульптур Каффишан в столетии всемирно известного шансоне Шарля Азнавура Ереван отпраздновал красивой концертной программой. В исполнении горы Суджана, Эрика Карапетяна, Сузанны Милкунян и Липарита Аветисяна на вечере Ереван слушает Азнавура прозвучали любимые произведения Азнавура, рассказывающие о любви, надежде, большом уважении к женщинам и человеческих чувствах. Артисты выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под руководством художественного руководителя главного дирижера Сергея Самбатяна. Долгожданный гость вечера – французский пианист Эрик Бершо, который на протяжении долгих лет аккомпанемировал шансонье. Каскад был переполнен поклонниками шансонье. Помимо армян присутствовали и приезжие туристы, что еще раз доказывает, искусство Азнавура универсально и не имеет границ. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!